Всем привет! Это Антон Долин и Радио Долин. В этот раз из Еревана. Мы находимся в прекрасном арт-центре Кафес Чан. Вы можете видеть невероятной красоты панно. И здесь мы снимаем по приглашению и при поддержке дружеской наших партнеров кинофестиваль «Золотой абрикос». Спасибо большое «Золотому абрикосу» за понимание, за дружбу и за эту встречу. Мы прилетели из разных стран. Я и Алексей Федорченко, мой давний товарищ и замечательный русский кинорежиссер. Леша, привет! Привет! Я позволю себе небольшое вступление. Леша Федорченко – одно из главных скрытых, хоть и явных одновременно сокровищ нашего современного кино. Во-первых, это по-настоящему значимый в мировом масштабе режиссер, чьи фильмы показывались, я думаю, на всех континентах и с переводом на любые языки получали награды на фестиваль. При этом это режиссер не из Москвы или Петербурга. И Федорченко не просто родом из далеких от столиц мест, но он живет и работает принципиально в Екатеринбурге. И его, наверное, прорыв – это картина «Овсянки», которая участвовала в конкурсе Венецианского фестиваля, была награждена Квентином Тарантино. Это фильм об исчезнувшем народе Мерия. Вместе с сценаристом и писателем Денисом Осокиным Федорченко создал эту фреску своего рода реквием по ушедшей культуре. И весь этот фильм – это такая поминальная молитва по любимой женщине и прощание с ней. И на эту культуру мы тоже смотрим, как на эту женщину. «Марийская культура. Небесные жены луговых Марий» – это другой фильм Осокина и Федорченко. Потом «Ангелы революции». Прекрасная самобытная картина, которая показывает забытую, я думаю, табуированную страницу в нашей истории. Речь идет о восстании народов тундры против советской власти, против большой имперской России. Восстание, которое, конечно, было подавлено и уничтожено. И эта тема продолжается. Как получилось, наверное, что ты вышел на эти забытые тропы много лет назад уже, и по ним все это время и идешь? Наверное, впервые столкнулся с этой культурой финно-угорской, культурой народов, которая жила на территории России до русских, со знакомством с Денисом Осокином. Я, когда снимал «Первые на луне», все время думал о втором фильме, и читал очень много сценариев, сотни. И потом вдруг понял, что у меня на столе лежит книга, которую я перечитывал уже раз в 50, «Ангелы и революция». Это записки чекиста 1923 года, ровесника века. Там не было ничего о репрессиях, там были такие переживания молодого человека, какие-то эротические переживания. Написано безупречно, стилизованное под то время. Я понял, вот же мой автор. Я поехал в Казань, нашел Дениса. Он мне показал какие-то свои работы, на чем он работал. Тогда это были «Небесные жены». Мы договорились, что будем снимать «Небесные жены», договорились, что будем снимать «Ангелы и революция» когда-нибудь. И потом появились «Овсянки», появилось еще несколько документальных фильмов, которые мы сняли о Коми, о Марийцах. И это меня долго не отпускало. Это было безумно интересно, самобытно, волшебно, потому что это действительно волшебный мир, который находится рядом с нами, в часе езды от Москвы, и о котором мало кто знал тогда. Мало кто знает сейчас. И сейчас, да. Но тогда словосочетания «Луговые мори» воспринимались как что-то из Толкина, что-то неизвестное и придуманное нами. Хотя у нас целая республика Мариэл. Никто не любопытен и не интересуется этими вещами. Я понимаю, что очень трудно себя как бы анализировать, но как тебе это все-таки удается избежать вот этого неизбежно высокомерного, даже когда доброжелательного взгляда вот на этих туземцев, на эту этнографию, на эту вот живописную культуру, которую мы, большие белые люди с материка, пришли в нее немножко поиграть и немножко ее так на ярмарке всем остальным показать. Ну, в этом беда всего этнографического кино российского, ну, и, наверное, и мирового. Не только российского. Наверное, и мирового. Один из основных принципов нашей компании – это борьба со штампами. То есть мы берем какой-то достаточно фильм о войне, делаем там «Войну Анны», делаем то, что никто раньше не делал. Потому что эти штампы, они в каждом фильме… Допустим, мы снимаем фильм про революцию, да? В каждом фильме можно увидеть там шесть кадров, переходящих из фильма фильм. Или про северные народы. Тоже вот готов эти шесть кадров найти в каждом фильме. Или про, ну, вот «Революция ангела революции». Когда ты погружаешься в этот материал, то можно сделать там десять фильмов с неповторяющей стилистикой и неповторяющимися кадрами. Потому что это огромный, интересный, волшебный материал. Тысячи уникальных людей. Вот авангардным занимается, используя там пять фамилий, да, авангардистов. А мы, когда работали над сценарием, я прочитал, изучил биографии 400 художников-авангардистов в разных направлениях искусства. Вот так и получается. То есть мы… У нас в компании запрещено слово «референс». То есть никаких отсылок. Референс может быть только исторический. То есть это документ, это какая-то фотография, неизвестная, скорее всего. Сейчас вот такие возможности интернет нам дал, что, ну, глупо копировать в очередной раз какие-то фотографии и известные документы, плакаты, лозунги, переходящие из фильма в фильм. Потому что там бездна, бездна информации, бездна интересных кадров, каждый из которых сюжет образующий. Ну, мне, кстати, очень нравится название твоей компании «29 февраля», которая вот на этой уникальности, этого дня, который бывает раз в четыре года, как раз фиксируется. Но как быть, если народ исчез или почти исчез, или единственное, что позволяет народу и культуре вообще держаться в памяти, хоть даже специалистов, это те самые штампы. Вот как бы нету уже практически ни языка, ни людей, которые говорят на этом языке, ни места проживания. Есть какие-то там пять фактов, которые мы знаем. Вот этот орнамент, вот эта мелодия, допустим, вот такой головной убор. Что же делать, когда материала так мало, при том, что твой материал это исчезающие культуры? Когда мы снимали фильм «Шоша», это фильм о марийских мужчинах, то есть такие марийские мужи луговых морей. И это документальный фильм? Небесные мужи луговых морей. Мы снимали как документальный, но это на самом деле сказка. Это такая марийская сказка. Дело в том, что вот эта вот религия тысячелетняя, многотысячелетняя марийского народа, это то, во что верили все народы раньше, да, это язычество, поклонение деревьям, солнцу. Традиция была прервана в советское время. Там было два десятилетия, когда фактически убили язычество, целенаправленно советская власть воевала с язычеством, вырубали священные рощи. Карты священники марийские последние не передали вот это свое искусство, свою профессию, так скажем. И сейчас все, кто этим занимается, это такие, ну, вориши, они искренние, добрые люди. Они стараются возродить искусство, возродить свою религию древнюю, но очень мало осталось. И когда мы предложили им широкий спектр, да, то, что могло быть, молитвы, которые могли быть, обряды, которые могли быть. А в фильме священников в священных рощах играли настоящие карты марийские. Последние, там есть такой анклав, деревня Шурунжа, Унчо. И настоящие карты у нас играли самих себя практически. И мы говорили им, рассказывали эти молитвы, говорили, так же могло быть? Они говорят, да, могло. Давайте, ну, поиграем. И включались в эту игру и принимали это как откровение, как воспоминание настоящее. То, что мы старались восстановить то, что могло было быть, и не обидеть. Как удается не под микроскопом, а в телескоп просматривать эти народы. Это началось еще с первых на Луне, когда я прочитал первый режиссерский сценарий, а фильм был запущен другим режиссером. Там как раз было... Смотрели на героев с 30-х годов сверху вниз. Скептически, со Стебом. Мне ужасно не понравился этот сценарий, и я писал фактически новый, рассматривая их как титанов. То есть мне нужно было... Когда я и задумывал этот фильм, как какое-то грандиозное событие, это могла быть не Луна, это могла быть шахта к центру Земли, не знаю, какое-то сверхусилие. Вот. И тогда не могли люди воспринять нашу оценку, потому что все искали в этом Стеб. А Стеба в этом фильме нет. Там есть юмор, но там мы смотрим снизу вверх. Также и с этно-нашими фильмами, потому что мы привыкли... Вот марийские фильмы, это в основном вышиванки, манисты, костюмные в основном такие фильмы, которые тоже штампованные, переходят свадьбы из одной сцены в другую, как будто одни и те же актеры, переходят из павильона в павильон. Напишу о сценарии каждого фильма как научную работу. То есть примерно год я погружаюсь в материал. Это может быть история наших финно-угорских племен, это может быть история авангарда. Я писал сценарий по стругаски, по малышу, и у меня герой был паразитолог. И я год занимался паразитологией. Фантастическая наука и удивительный мир абсолютно. Это интересно. То есть я этим и занимаюсь, потому что есть возможность переключиться, не всю жизнь заниматься одним и тем же, а там раз в год, в полтора менять профессию. Узнавать новое, поглощать уйму нового материала, новой научной информации. культурной. Я подумал о Екатеринбурге, ведь совершенно поразительное место. Мы всегда смотрим на вот это противостояние, может быть, выдуманное Москва-Петербург, две столицы, вот, две России, европеизированная и такая более древняя. Но Екатеринбург представляет некоторые явления совершенно отдельно, самобытно и выглядит, вообще-то говоря, не как третья часть треугольника, а как вот в этом воображаемом фэнтези-мире, например, фильмов Федорченко, это могла бы быть главная столица России, ее центр. Не просто потому, что режиссер там живет и работает. Во-первых, там находится, если я не ошибаюсь, можешь меня поправить, самый древний языческий артефакт на территории нашей страны и один из самых древних в мире. Самый древний в мире. Шигирский идол. Это потрясающая вещь. И каждый раз, когда я оказываюсь в Екатеринбурге, я иду его смотреть. Но кроме того, что это получается такая столица язычества, это ведь еще и находится этот идол внутри здания, авангардистского здания, части городка чекистов, потому что Екатеринбург еще и столица конструктивистской архитектуры. И коллекция авангарда в местном музее тоже потрясающая. И количество авангардного искусства там сближает язычество с авангардом. И это сближение в ангелах революции мы видим наглядно, где авангард оказывается родственным вот этому язычеству тайги и тундры и северных народов, а не воюющим с ним. Хотя вроде бы революция и советская власть истребляла эти народы. И тем не менее, между идолами и завиральными теориями того же Малевича обнаруживается совершенно прямая связь. И все это в Екатеринбурге. Как так получилось? Это какая-то случайность? Случайность, что твоя судьба остановилась в Екатеринбурге, и твоя компания находится там. И даже есть у тебя чудесный документальный фильм про судьбу Свердловской киностудии, с которой и началась твоя карьера в кино. Я родился не в Екатеринбурге, я родился в Солилецке. Случайно. У меня родители проходили там практику. Папа у меня украинец, мама из Свердловска. Они учились в Киевском медицинском институте, а потом уехали по распределению в Свердловск и практику проходили в Оренбургской области, где я родился. Особенность Екатеринбурга, наверное, в горно-заводской культуре, потому что там не было крепостного права, да, это совсем другое было, другая культура. И Екатеринбург это не провинциальный город. Вот Питер, он намного провинциальнее, чем Екатеринбург. Мне кажется, что Екатеринбург он такой самодостаточный, он не смотрит на Москву, не ориентируется на Москву. Когда разговариваешь с питерскими, там, не знаю, журналистами, видно, что они все страдают, что они не в Москве. А те, кто живут в Екатеринбурге, они живут в Екатеринбурге. Вот. Мне это очень нравится. Мне это нравится, что город, может быть, потому, что город расположен на стыке тектонических платформ, и там какие-то есть энергетические выбросы. И там встречаются Европа и Азия. Европа и Азия, да, встречаются. Это очень заметно в нашей культуре, в нашем характере. Каждый год происходит какой-то культурный выброс. Это может быть рок, кино, какая-то литература, танцы. Совершенно в необычном направлении, или там художники новые появились. Сейчас грандиозная уральская биеннале, плюс стрит-арт уральский, который знаменит на весь мир. Да, то есть каждый раз появляется что-то интересное, что привлекает к себе взгляды со всей страны и даже мира. Шигирский идол, да, Шигирский идол это наша реликвия. Я считаю, что это главный артефакт России и пока об этом мало кто знает, но на самом деле это удивительный артефакт, это самое древнее деревянное изображение в мире. Ему около 12 тысяч лет, это до египетских пирамид еще 5-6 тысячелетий, да, а вот это деревянное бревно уже существовало. Бревно с лицом, с лицами даже. С лицами, да, шестилетий идол. Очень я люблю Шигирского идола и он они мало говорят, может он вызывает раздражение у церкви, потому что все-таки это конкурент серьезный сейчас, а в будущем по-моему тем более. Будет обязательно, будет это главный артефакт России, уверен. Вообще пофантазировать, ты же фантазер, снимаешь фантастическое кино, всю жизнь снимаешь документальное и фантастическое кино одновременно. Столицей России становится Екатеринбург, а шигирский идол занимает сакральное место Ленина в его мавзолее, или храма Христа Спасителя, или любую другую нынешнюю священную реликвию назови. Что меняется? Очень мне хочется, чтобы столица была в Екатеринбурге. Мне кажется, это навредит городу, потому что размоет нашу специфику, потому что в столицу хлынет много другого народа, это все смешается и сотрется. Ну и город будет другой, конечно, это все будет снесено и построено заново. Не хочу. Не хочу. Как сейчас живет Екатеринбург после 24 февраля? Как живут люди там? Как живет искусство? Мы видим, как в Москве и в Петербурге политический прессинг увеличился до... Сейчас кажется, что до предела, хотя, возможно, предела еще нет. Но мы понимаем, что во всех городах и в особенности в крупных городах это совершенно по-разному устроено, и мы видим, что реакция населения на происходящее тоже очень разная. Я не вижу особой поддержки по происходящим событиям в нашем городе. То есть поддержки политики властей, так скажем? Политики властей, да. Есть какие-то особо рьяные люди, которые стараются навесить эту букву Z на фасад. Но таких немного. Фактически, наверное, три учреждения. Это два института архитектурные и народного хозяйства и транспортники, которые повесили на все автобусы. Но многие люди перестали ездить в этих автобусах. Вот из моих знакомых. Скажи, для тебя, я знаю, может, ты это прямо так не формулировал, но это явствует из каждого фильма. Принципиальное условие твоей деятельности и творчества это свобода. Свобода выбора темы, свобода самовыражения. Ты готов сделать фильм за бесплатно или заменить то, что могло бы быть эффектным кадром или какой-то потрясающий панорама, заменить это просто собой с айфоном, говорящий, здесь должна быть красивая панорама. Но на это нам не хватило денег только для того, чтобы сделать то, что ты хочешь, искать то, что ты хочешь. Ты чувствуешь, что эта свобода в последние месяцы стала уходить, истончаться, и что тебе стало сложнее делать то, что ты делаешь. Я знаю, что твой последний, на данный момент завершенный фильм, «Последняя милая Болгария» это фильм, который не вышел в прокат. Может быть, не по политическим причинам, но это так. И что у тебя готовы еще две картины, судьба которых сейчас, естественно, тоже неизвестна пока. Но с прокатом у меня всегда сложные отношения. Мы делаем все-таки не фильмы там, уикенда, мы делаем фильмы долгого просмотра. И я так надеюсь. И ну, кроме «Овсянок», наверное, такого серьезного проката то и не было у меня. И то, в основном, за границей. Да, в Италии, во Франции, в Америке. У меня очень продуктивные были ковидные годы. Вот эти два года, за которые я успел закончить последнюю «Милую Болгарию», снять «Большие змеи уликале», большой фильм игровой, закончить фильм о «Шукшине», «Монета страны Малави», и сделать еще шесть или семь документальных картин. Я делаю такой альманах условное название «Лето имени Мазина», в памяти беспамятства. То есть, к началу года мы были готовы показать миру достаточно интересные работы, но мир сказал, не надо, мы не хотим это смотреть. Ну, ладно, мы отложили эти вещи, эти фильмы и стали снимать дальше. вот, я запустился на фильм «Енотовый город», мы хотим ехать в ноябре в Колумбию, там полфильма снимать, и строим декорации у себя в павильоне, большие, сложные декорации. Как война повлияла на процесс? Запустился я в прошлом году на большой документальный фильм, который называется «Смерти нет» Митрофан Аксенов. Это попытка восстановить биографию удивительного философа конца 19 века, человека, который предвосхитил теорию относительности Эйнштейна. Его книги известны, но о нем ничего не известно. То есть вся биография это знаки и знаки вопроса. Нам удалось раскопать биографию. То есть мы два года занимались его биографией, мы знаем практически все. у нас не только фотографии. Но беда в том, что он жил на территории Украины. И в марте мы должны были снимать в Харькове, в апреле мы должны были снимать в Житомире. Сейчас пришлось полностью переписывать сценарии и изменять идеологию. То есть такого документального детектива должен был быть документальное расследование. Сейчас не получилось. Сейчас мы просто рассказываем об этом человеке. Но все равно мы восстановили биографию. Я считаю, что это очень круто. Это один из главных философов российских 19 века. Один из главных российских философов, никому не известный, еще и украинец. Он русский, живущий на Украине. Действительно неизвестный, потому что Эйнштейн его затмил, и ему не получилось доказать первородство. А он пытался. Я нашел эти документы, нашел переписку с Толстым. То есть какие-то удивительные интересные вещи. Очень хотелось, чтобы он занял достойное место. в нашей истории. Я знаю, что это вообще твоя специализация, хобби, может быть что-то большее, чем хобби. Собираешь книги репрессированных в сталинское время ученых, книги изданные в те годы, о которых сейчас в очередной раз предпочитают особенно не говорить. Часто книги почти или вовсе исчезнувшие. Скажи, сколько в этом для тебя чего-то персонального, а сколько действительно научного интереса. Возможно ли все эти бесконечные пласты, ушедшие на дно, с этого дна поднять, и можно ли об этом кому-то рассказать? Интересно ли кому-то вообще в сегодняшней России это? Все-таки прости, что я сворачиваю немного политическую сторону, я не могу этого не сделать, мы все помним, что случилось прямо накануне войны с Обществом Мемориал, с Юрием Дмитриевым, человек, который ведет раскопки слишком активно там, где расстреливали и убивали, это человек под угрозой. Можно сказать, что в своих фильмах ты ведешь такие раскопки? Ну, во-первых, не только с сталинских времен репрессированы, но и в первые годы советской власти и в последние годы советской власти. При СССР? Да, при СССР. Это прижизненное издание, в основном с автографами этих людей, то есть это большая интересная коллекция. Как донести это до людей, для меня остается загадкой, потому что когда ты берешь в руки одну книгу убитого человека, ученого, специалиста по вечной мерзлоте, и там есть автограф какой-то или личный, или интересный, и мы знаем кому, знаем при каких обстоятельствах он это делал, знаем его судьбу, знаем книги, которые он написал, и мы понимаем, что мы потеряли, да, это вот важный кусок нашего генофонда, один человек, и мороз по коже. Вот одну книгу держишь, мороз по коже. какой-то вселенский ужас. Чем больше становится книг, тем пафос снижается. Полка это уже набор книг, шкаф это уже статистика, книг. А когда у тебя там условно говоря 40 шкафов, понимаешь спор о количестве репрессированных, то есть в чем разница, 3 миллиона расстрелянных или там 800 тысяч. Коммунисты говорят, не 3 миллиона, а всего 800 тысяч. Вообще это должен быть музей одной книги. Там допустим раз в месяц или там в неделю показывать одну книгу. Тогда это интерес наверное большой. Последнее время я работаю с Лидой Коношовой, мой соавтор на последних трех картинах. Мы написали 4 пьесы, 4 сценария и мы решили как-то художественно осмыслить этот массив уникальной удивительной информации. Волшебной, потому что я относился к ним как к эльфам. Как к Меря, исчезнувший исчезнувший пласт. Названия этих книг они волшебные, они удивительные. Сейчас так не называют книги. У меня есть отдельная коллекция просто названий. Да, я их покупаю из-за названий, потому что это можно это как стихи. И мы решили писать даже не рассказы о каждом из них, о сказке. вот мы года два занимались сказками, сказки о репрессированных ученых. То есть мы находили человека, о котором никто не знает, мы изучали, что он написал, вдруг находили о нем какие-то воспоминания, какие-то дневники, где он упоминается, и какой-то находили штришок, на основании которых возникал фантастический сказочный сюжет. Удивительное и очень интересное для меня занятие, и пока не знаю на чем остановиться, потому что сейчас таких сказок наверное 50. Почему-то мне вначале казалось, что их должно быть 300, но я понимаю, что надо хотя бы что-то издать уже. Может быть 100 будет. Я думаю о том, что это твой совершенно уникальный метод, ведь когда-то первой на Луне фантастическое мокюментари о том, как при Сталине существовала космическая программа, и советские люди улетели на Луну, ну по-моему когда ты смотришь этот фильм очевидно, что там все неправда, но ведь фильм получил главный приз в документальном конкурсе Венецианского фестиваля, и когда смотришь Ангела революции, там-то очевидно, что это все выдуманные истории, она показана как выдуманная, как авангардистский калаш, и вдруг в конце появляется документальный персонаж, я в эту секунду просто схватился за сердце, честно, этот финал меня, ну, выбил из седла, совершенно обезоружил. Откуда пришел этот парадоксальный метод? Ведь мы привыкли, чтобы рассказать правду, например, о сталинском времени, о котором столько лгали во время, и столько лгали потом и продолжают лгать, не говорить на самом деле было так, а придумать вымышленную историю, придумать сказку про это время, сказку, комикс, коллаж, допустить туда фантастики, допустить туда язычество, и превратить это в оружие против сталинизма, против тоталитаризма, против всего того большого и огромного, что сегодня такими танковыми гусеницами по нам едет. Сказку да, но это документальные сказки, каждый эпизод этих сказок основан на документальном событии, на факте. История настолько удивительная, разнообразная, и придумать что-то интереснее, чем было на самом деле, мне кажется, невозможно. Поэтому мы копаемся в первоисточниках, копаемся в документах, и находим кадрообразующие события. Вот мы сейчас закончили фильм, который называется «Большие змеи» Ули-Кале, и там тоже кажется, что сказка, а там нет ни одного сюжета, который не был на самом деле. Там вот удивительные какие-то вещи про Пушкина, например, да, вот все, что там есть про Пушкина, это был на самом деле. А официальная Пушкина графия исключает от своего оборота, потому что кажется, что такого не могло быть. А это основано на реальных воспоминаниях от людей, которые были в путешествии Пушкина на Кавказе. «Большие змеи» Ули-Кале, мы в «Искусство кино» публиковали этот сценарий, и в фильме он преобразился, но фильм еще не готов, чтобы показывать публике, не было премьеры, вот когда мы разговариваем, поэтому мы можем со какой-то осторожностью его обсуждать и спойлерить, но в принципе я был потрясен. Это грандиозная вещь, это огромная не фреска, а целый музей. Это фильм-музей, я считаю, который представляет собой псевдосъемки как бы найденного фильма об отношениях русских и местного населения на Кавказе на протяжении 19-го и 20-го получается века. То есть где-то это фрагментики, где-то это очень детально показанные подробности, например, судьба художника Петра Захарова, чья семья была убита русскими солдатами. Совсем недавно на выставке в гараже я видел портрет генерала Ермолова, который его усыновил, его кисти. И я читал перед этим сценарий, честно говоря, у меня было ощущение, что что-то в этой истории выдуманное. Я вижу этот портрет, это так же странно, как видеть, не знаю, там, кольцо Галадреэль, то есть это что-то, чего не может быть, оно есть. Но на самом деле, если задуматься, это восхитительно, восхитительно, что ты сделал этот фильм, что это опять мокюментри, что это как бы найденные пленки древние. Но ведь это и совершенно чудовищно, это говорит о том, что все наши знания, все наши представления об отношениях с Кавказом, об отношениях, в частности, с Чечней, это все складывается из двух всего компонентов. Первый, это полное незнание всего, что там было. Второй, это гигантское количество лжи о том, что там было. Незнание и ложь. В этом уравнении информация о том, что было на самом деле, или информация о взгляде на это с другой стороны, который в фильме представлен, эта информация просто отсутствует. Возьми любого россиянина, среднестатистического, но даже вполне интеллектуального. Если он не специалист по этому вопросу, он не знает или она ничего. Да. Все фильмы, которые сняты у нас о Кавказе, основаны на Лермонтове и на Толстом художественных произведениях. То есть никто не лезет в первоисточники, никому не интересны. Наши первоисточники, а уж произведения прекрасных суфиев Кавказа, я не знаю, кто это читал вообще. Да, про Шамиля знают, но суфи, кто это такие вообще? Шамиля знают, да, а там Гази Магомеда и Кунта Хаджи, великого философа суфия, мало кто знает. Хотя это основной святой чеченский и дагестанский. И поклоняются ему. И он пацифист. Расскажи это. И он пацифист. То есть Кадыров поклоняется Кунту Хаджи. Кунт Хаджи Великий. Очень интересно, как появился этот фильм. Я в своих книжках нашел историю злобного чеченского министра юстиции, который терроризировал весь народ чеченский, которого ненавидели все. Когда? В 20-м году примерно. 19-е, 20-е, 21-е. Он сажал, расстреливал, поджигал, отравил. В общем, у него кровников было полно республики. Его хотели убить все. И вот он увидел девушку, сказал, что это моя девушка, не трогайте. И его, чтобы его не убили, послали с басмачами убиться туда в Среднюю Азию. Старейшины собрались, что мы будем отдавать какому-то хрену с Грозного нашу девушку, у нас свои парни хорошие. И какой-то Али по любви ее украл. Украл, они уехали, ушли в горы, вернулся этот чекист, поднял армию, поймал их, посадил, хотел расстрелять, но к нему пришли старейшины и сказали, что если с ними что-то случится, то республика встанет, поднимет восстание. И ему пришлось их отпустить, а его вскоре свои же, наверное, убили, потому что слишком много у него было хвостов. Я говорю, давай хорошая история, жанровая история, давай напишем какой-нибудь такой Остерн. любовь, перестрелки, в общем. Мы начали копать. Я подумал, ну, наверное, девушка-то, если не в 23-м году поженились, ну, они еще прожили лет 50-то. Я и стал искать. Мы нашли ее могилу. Но что-то было странное, потому что к ней приходили люди на поклонение. И могила-это золотой склеп. Стали дальше копать. Оказалось, что она дочь почитаемого суфийского шейха Авды. Это второй по значимости шейх Кавказа. Стали узнавать правду. Удивительный человек. Было несколько сцен в этом фильме, пока я их не ставил. Авда ученик кунта хаджи. Кунт хаджи суфийский шейх. Я вообще не слышал, что Кавказ это суфийский мир. Слышал, что южнее суфии были. А тут Кавказ. Стали уходить дальше. Появился Шамиль как антагонист кунта хаджи. Шамиль появился после Гази Магомеда. И вот уже язычество. То есть начало 19 века это язычество. Я говорю, Лидия, стой, давай становимся. Надо начинать кино. Мы решили, ну давай начнем, с язычества начнем. И мы стали писать. Вставляя этот уникальный материал, который мы нашли, в эту цепочку. Дошли до 13-го года, когда убили последнего Абрека Зелимхана, который объявил газоват России, одного из последних, и смерти Толстого. И кино закончилось. Кино закончилось, а история еще не началась. Нет, ну это моментально проецируется на наши дни, и хотя словосочетание или имя Хаджи Мурат не присутствует в фильме, оно с первых кадров возникает у тебя в голове и существует. Это книга-учебник, мне кажется, по всем войнам, которые Россия вела на Кавказе, до написания Толстым и после. Ну вот, это штамп называется. Это так, ну штамп, да, да. Мне кажется, что ты потрясающе расправляешься с русской литературой, вот такой вот из школьной программы. Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Толстой превращаются практически в героев этих апокрифических, хармсовских, не хармсом написанных, анекдотов, так называемых веселых ребят в фильме про больших змей. Одновременно с этим они такие же мифические существа, я бы сказал, как эти самые змеи, как другие ископаемые, эти зубры последние, еще кто-то. Ты так любишь этих исчезающих народов, исчезающих животных, исчезающих миров. И вот эта русская литература тоже фактически выглядит чем-то принадлежащим этому самому прошлому. Получается, как только писатель умирает, как только его книга начинает публиковаться большими тиражами уже после его смерти и, не дай бог, попадает в школьную программу, все, кранты. И по большому счету твой документальный фильм про Шукшина, он о том же. Он очень красочный, он очень смешной. В этих сростках и вокруг на Алтайском крае сплошные шукшинские персонажи, никто из них Шукшина не читал, никто из них Шукшина не смотрел, ну или почти никто. Вот. Они просто живут внутри Шукшина. И с одной стороны это смешно, но с другой стороны немножко жутко. Вот отнюдь вообще не жутко. Я задумал этот фильм, когда Шукшину исполнилось 85 лет, я попал на шукшинские чтения, и я попал в абсолютно заформализированный такой мир, где ради галочки проводят эти события, где губернатор рассказывает в основном о гречке, потому что он занимается сельским хозяйством, и гречка это то, что его увлекает. Это единственный твой фильм, где на экране появляется Путин. Ходят и цитаты из чужого фильма. Путин, да. Ну, Путин, да, там очень хороший. Толь Шукшинский персонаж? Нет, там нет. Там он немножко все-таки со стороны. Он выглядит чужеродным в этом мире. Я его специально поставил, потому что он другой. И удивительный Мединский там был, как его вытащили с Белокурихи, где он отдыхал. Ему было не хотелось этим заниматься, он говорил какие-то банальности, которые я записал, которые являются эпиграфом картины. И я решил, вот, 90 лет, какие-то, наверное, события еще более удивительные, я перейду и перейду кино сниму. Я приехал через 5 лет и попал в абсолютно другой мир. То есть, я попал в мир любви к Шукшину. То есть, там сменилась команда полностью и они искренне любят Шукшина. Вот прямо до преклонения. И у меня фильм, который начинался достаточно холодно и такой скептический на это все, на это мероприятие, закончился погружением в эту любовь. И мне очень нравится этот переворот, потому что я ехал туда совершенно другим настроением. Но я не знаю, как примет алтайский зритель этот фильм, потому что они тоже воспитаны на штампах. Фильм о Шукшине это такой жанр, потому что они все примерно одинаковые. Вот. А тут немножко другой взгляд и я думаю, что не все хорошо его воспримут. Но все-таки премьеру мировую я делаю в Барнауле. Какая я большое внимание уделил именно этому фильму у себя. Одно время я прямо читал все и наверное это было в школе. Я в школе был абсолютно влюблен в повесть до третьих петухов. До третьих петухов. Мне кажется, это недооцененный шедевр. Да, абсолютно. Но Калина Красная мы с искусством кино перевыпускали и я подумал о том, что ведь есть очень мало фильмов в советском каноне, если говорить о фильмах, которые массово смотрели, которые вообще затрагивают момент того, какой процент населения сидел или кого-то сажал. По большому счету в народной памяти, кроме драматической Калины Красной и комических джентльменов удачи, я ничего навскидку и не вспомню. Нет, ну, в 90-е было много фильмов таких. Я говорю о советском каноне. В советском, да. В советском, да. Был удивительный рассказ Дунского и Фрида, лучший среди них, это единственный рассказ, который написан на настоящей фене. Вот все остальное, что делалось в нашем искусстве, это суррогат такой, графомания на основе того языка. Единственное произведение это вот этот рассказ. И мы купили права на этот рассказ, и хочется сделать такой монофильм. Твой фильм «Последняя милая Болгария» тоже совершенно новаторский и меня тоже очень тронувший своим финалом. Он поставлен по повести оптомиографической Зощенко, и не только по этой повести, как и вообще по прозе Зощенко и по его судьбе. И это такой детектив, куда пропал писатель Зощенко или его альтер-эго. Параллельно с этим присутствует сюжет с Эйзенштейном, который снимает в эвакуации Ивана Грозного. По большому счету, все эти судьбы и людей, которые были репрессированы и убиты, и тех, кому удалось на какое-то время выжить, как Эйзенштейну и Зощенко, оба умерли как бы своей смертью, тем не менее, они были уничтожены системой и их творчества, и они. И можно заниматься тонкостями психологическими, но до тех пор, пока мы не признаем этот простой факт, даже и начинать этот разговор бессмысленно. А вопрос такой, как и когда мы его признаем? Десталинизация России вообще возможна? Потому что в последние месяцы кажется, что это просто вообще безнадежное дело. Я думаю, что Россия такая страна, где может произойти завтра все, что угодно. Да, потому что, ну, кто думал 10 лет назад, что такое произойдет, да, 11 лет назад, да, я помню, что я сидел году в 7-м или 8-м до кризиса и думал, ну, не может быть так хорошо. Ну, у нас открыт весь мир, мы занимаемся чем хотим, зарабатываем какие-то деньги. Ну, это, ну, счастье, это вот абсолютно... Не может быть так хорошо. Не может быть так хорошо. Не может. Да. И раз, так сейчас, как будто другая страна абсолютно, другие люди. Я думаю, что, ну, а 20, там, 30 лет назад лица были другие, да, вот эти люди, которые уходили к Белому дому, сейчас смотришь хронику, другие лица, нет, куда они делись, нет их. Появится снова. Я уверен, что это все изменится через год, через 5, через 10. изменится и все будет по-другому. И все, и мы опять будем удивляться, что это было и это могло случиться с нашей страной. И памятники Сталина рассыпятся в прах и никто не будет горевать по крепкой железной руке стальной. Ну, кто-то будет горевать, но, ну, рассыпятся, конечно, рассыпятся. Окей. По-другому надо относиться к памятникам. Памятник это вещи, это не, не, не так страшно. Страшно, страшные люди, живые. Ну, памятники иногда так по-вампирски себя ведут об этом. Галич еще писал, в России это точно бывает. Некоторые памятники распространяют вокруг себя определенное энергетическое поле. я бы доверилась в каком случае. Мне все равно. Я вот сейчас у нас открыли, Сталина на дворце офицеров был замазан, его открыли. Наоборот, мне кажется, Здание построено в то время и обидно, когда оно было замазано, часть из него. То есть к таким вещам я отношусь по-другому немножко. Хорошо. Ну, хотя, конечно, кладбище с Красной площади я бы брал, поставив такую же стенку где-нибудь под Москвой и тихонечко перенеся туда все могилы и замуровав стенку прах коммунистов, интернационалистов там каких-то. Война Анны может быть самый твой в России успешный в премиальном смысле фильм, не говорим о кассовых сборах, но он поразительным образом прошел неоцененным почти что на фестивале Кинотавр, после чего собрал все значит ник «Золотой орел», «Белый слон» просто прекрасно. Я очень люблю этот фильм и мне кажется это ответ на вопрос о том, как возможно сделать фильм о войне, который точно был бы антивоенным. Потому что иногда авторы даже говорят «Да, мы против насилия, чтобы война никогда не повторилась», но смотришь фильм и понимаешь, что они используют это, эксплуатируют, иногда наслаждаются и это невозможно скрыть, это видно всегда. Не только видно у авторов каких-то плохих пропагандистских российских блокбастеров, но и у Спилберга в «Спасти рядового района» это наслаждение тоже видно. Как пришла эта идея и как получилось сделать фильм о войне и про войну, но отчетливо против войны? У нас сейчас основная религия это преклонение перед победой и я бы не стал делать фильм про войну в общепринятом понятии. Мне очень хотелось сделать фильм «Замкнутом пространстве». Мне нравились фильмы, которые происходили в одной комнате в лифте. Был такой фильм, лифт так и назывался. Или «Похороненный заживо». Прекрасная картина, по-моему, где все в гробу происходит, без выхода вообще. Я думал, как можно драматургию так держать, зрителя, чтобы он не ушел все же вот в этом пространстве могилы. Очень мне нравилось, и я об этом много думал и нашел просто вот эту историю. И не думал еще ее снимать, потому что мне казалось, что это тоже немножко ожидаемо. И так снимали, наверное, пока я не придумал финал. Пока я не понял, что эта девочка победила во Второй мировой войне. Вот когда придумался финал, тогда сложился фильм. Вот тогда я пригласил Наташу Мещанинову, которая написала удивительные диалоги. И кино сложилось, мне кажется. есть ощущение, что нынешняя война это эхо, продолжение, кривое отражение той войны. Или это все фейк, придуманный пропагандистами Кремля, или придуманный, может быть, с двух сторон, потому что нацизм, фашизм, это слова, которые сейчас не замолкают. Нет, ну это же понятно, что все войны, продолжение друг друга, когда уходит поколение участников, появляется поколение тех, кто читал книжки о войне и смотрел фильмы, но не видел вывораченные кишки и разбитые черепа с мозгами раз, брызганными по окопу. Я считаю, что вот эти новые войны, что Вторая мировая началась, что сейчас война началась, это от отсутствия воображения. То есть это в первую очередь из-за плохого образования. Люди не могут представить себя в этом положении без ноги, например, раненому руку оторвал. Это кто-то другой всегда. Отсутствует даже желание представить это. Это первая причина, мне кажется. Люди увлекаются красивой картинкой, где мы всегда побеждаем и тупо идут след за ней. А понять боль другого человека этому не учили нас. Внутри вот этого замкнутого, как ты очень точно сказал, мира искусства, даже можно сказать мирка искусства, возможно, это чудо. Маленькая девочка возьмет и победит Гитлера, победит в войне. Мы внутри нашего маленького мирка, занимаясь тем, чем мы занимаемся, можем одержать эту победу хотя бы на каком-то этапе, хотя бы в своем небольшом кругу. Или в мире реальном, не на экране, мы всегда обречены на поражение, когда рядом есть люди с оружием, с ресурсами, с деньгами, с амбициями, люди, не слушающие, не слышащие никого кроме себя и абсолютно будем называть своими именами беспощадные к другим, к их боли, к их интересам, просто к ним как к людям. если мы будем биться, то мы, конечно, не победим, потому что они сильнее, да, у них есть танк и бомба, у нас бомбы нет, и биться, конечно, глупо, надо заниматься своим делом, и мы победим. пусть поможет нам в этом шагирский идол. Да, я ему в последний раз положил конфетку за это дело. Спасибо большое, это был Алексей Федорченко из Еревана с фестивалем Золотой Абрикос. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»